Порядок орхидные, семейства орхидные, довольно богатые все эти орхидеи, до 35 тысяч видов. Есть данные 20 тысяч видов, даже непонятно сколько видов, очень много их. Красивые считаются, разводятся, множество картин, всякой поэзии по поводу орхидеи. Встречаются везде, даже на островах возле Антарктиды могут быть орхидеи, но в основном опять же в тропике, тропическая Америка, тропическая Азия, как обычно. Но, пожалуй, конкретные роды буду потом перечислять. На умеренные широты только 10% орхидеи приводится, в основном это тропики, конечно. Что касается экологии, тоже повсюду растут, горы, равнины, болота, вода, снега там и так далее. Многолетние наземные травы с подземными корневищами или клубнями. Иногда незаметные на лесных опушках или полянках, иногда так ей прямо, может, на лугах, на болотах прямо видно, что орхидеи. Иногда маленькие, иногда прямо сильно заметные. Тропические, как правило, эпифиты, то есть поверх тропических деревьев, а наши, умеренные, как правило, в одиночной стоят, то есть имеют стебли. Ну, типы роста стеблей. Симподиальный, вот схемка из жизни растений. В основном симподиальный у них, то есть вот так вот отпетляется, да, и вверх стрелками. Номер два, вот тот симподиальный. И три тоже симподиальный, только разные типы соцветия. Моноподиальный, когда просто вверх растет и разветвляется, редко, но бывает. Ну, допустим, фаленопсис, медленный моноподиальный рост и так далее. Широко распространенные лазящие орхидеи. Допустим, рот ванда, арахнис, анцидиум, там и так далее. Стебли лазящих вырастают вверх на значительную высоту, развивают воздушные корни. Корнелазающие орхидеи, это, допустим, ваниль. Допустим, лиана ваниль плосколистная, которую выращивают, но позже еще про выращивание. Но вот ваниль, это орхидея, и она лазящая именно по деревьям. Облик этих эпифитных орхидей, которые растут на деревьях, тоже разнообразный. Они тоже маленькие могут быть, или наоборот, крупные, сразу видно. Там бывают соцветия, свисают на несколько метров с дерева, большая орхидея. А бывают просто маленькие, вообще незаметно. Эпифитные орхидеи могут быть в мусонных районах. То есть, конечно, типично это влажный тропический лес, большие орхидеи. Могут быть в сухих достаточно районах мусонных. На саванне могут, саванне деревья, и на них орхидеи. Горные заросли кустарников, холодные леса облаков и туманов. Вот там тоже достаточно крупные. Некоторые орхидеи растут на гнездах муравьев, в муравьинных садах. И вот муравьи их защищают. Семена орхидеи имеют масло, которое муравьи разносят, едят и так далее. То есть, есть орхидея прям полностью на муравейнике, на древесном. То есть, на дереве муравейник, и там орхидея растет. Ну, большинство эпифитных орхидеи на разных деревьях могут расти. То есть, по разному типу и на скалах тоже могут расти. Есть некоторые, которые выбирают. То есть, у некоторых именно на липе растет. Или какое-нибудь такое тропическое дерево. На нем именно вот одна специфическая орхидея. Самая северная эпифитная орхидея, это эпидендрум комаринный. Юго-восток Северной Америки, там буки, магнолии. В Японии, может быть, орхидея еще эпифитная. Но все-таки достаточно южные места. Ну, вот схема типичного эпифита дендробиум кинга из жизни растений. Воздушные корни, тут можно заметить. Одетые слоем гигроскопической ткани из мертвых клеток. Иногда воздушные корни по типу бороды. Самые мощные и толстые могут достигать земли. И там уже работать, как нормальные корни. Чтобы переносить неблагоприятный период, эпифиты сбрасывают листья частично или полностью. Запасают воду в сочных листьях своих или стеблях. Главное, водозапасающие органы. Утолщенные верхушечные части отрезка стебля, которые имеют форму луковиц. То есть, являются псевдобульбами. В псевдобульбу превращается одно или несколько междоузлей. Иногда утолщается ортотропная часть побега. По величине псевдобульбы варьируют от небольших, маленьких до шаровидных. Ну и вот тут на рисунке 135 тоже эту псевдобульбу можно, в принципе, заметить. Одночленные и многочленные они. Значит, по форме могут быть круглые, удлинённые, плоские они. Состоят из мягких слизнесодержащих тканей, снаружи покрытые эпидермой. Псевдобульбы скрытые в субстрате клубновидные и утолщение стеблей. Могут развивать также наземные орхидеи, такие как калипса, ятрышник и так далее. Ну, у ятрышника под землёй находятся два клубня, или у любки, у офриса и так далее. Один клубень увядающий, мягкий, второй молодой, твёрдый, с паренхемой, заполненный углеводами, погружается в почву с помощью горизонтального корня и из него потом вырастает побег. У многих орхидеи запасающими органами также являются листья и утолщенные корни. Но большинство наземных эпифитных орхидеи не паразитируют. Это автотрофные растения, имеют зелёные листья, осуществляют фотосинтез. Также многие эпифитные орхидеи имеют фотосинтезирующие цветки, стебли, корни могут фотосинтезировать. И у некоторых видов орхидей, фаленопсис, тениофилум и так далее, корни являются главными фотосинтезирующими органами. То есть вот эти воздушные корни, они зелёные и, собственно, работают как листья. Многие орхидны имеют суккулентный тип листьев. Устрица открывается только ночью, когда высокая влажность воздуха. Чтобы большой потери воды не было, а днём они закрывают и не дышат, чтобы вода не тратилась. Углекислый газ поступает ночью в ткани растения, запасается в виде молочной кислоты, а днём он освобождается и используется фотосинтез. То есть он за ночь надышался, потом результаты своего дыхания сохранил в виде кислоты, а днём не дышит и расходует. Но в то же время много орхидей, которые утратили способность к фотосинтезу и стали микотрофными, то есть они питаются грибами, по сути, а грибы – сапрофиты. Вообще для всех орхидей, хотя бы на ранней стадии развития, характерен симбиоз с грибами. Ну и многие полностью его там сохраняют, утрачивают зелёные листья орхидей и становятся сапрофитами. Я слышал даже мнение, что все орхидеи сапрофиты – это неверно, потому что многие вполне там работают, используют энергию солнца, ассимилируют и так далее. Ну, много сапрофитных. Большинство сапрофитных орхидей сравнительно мелкие, такие как Аликана хорис, обычный сапрофит Юго-Восточной Азии, большие могут быть сапрофитные галиола, лазающая сапрофитная орхидея, восточная Гималайя, Астралия. Также к числу микотрофных орхидей принадлежат австралийские – Ризантелла и Криптантемис. Криптантемис. Не имеют листьев и корней, живут под землей. Вот Ризантелла. Они случайно были открыты при распашке земель. Криптантемис даже, в принципе, в 28-м году обнаружили, потом уже не обнаружили, видимо, вымер. А вот Ризантелла, она живая, вот Ризантелла. Маленькие растения, которые несут на верхушке хрупкие и сочные подземные стебли. На них головки из красных цветков, в обертку из предцветников, напоминают маргаритку. Цветет под землей, но близко к поверхности почвы. По мере того, как предцветники вытягиваются, выталкивают наверх тонкий слой опавших листьев и земли, получается холмик. То есть под землей цветет, но как бы вытягивается и получается холмик. И в конце концов цветок с плодом выносится на воздух, и там он рассеивает семена. Причем они издают сладковатый запах, в результате все-таки их опыляют насекомые, только жуки. Жуки в почве ползают по этим цветкам, цветет под землей и опыляются подземными жуками. Вот такая у нас фигня у орхидеи. Хлорофила у этих орхидеи подземных нет, живут они за счет грибов. Причем там три компонента. Грибы вида аспергилы проникают в стебель ризантеллы. А другим концом они связаны с гниющими пнями растениями лолеука, о котором я уже рассказывал, астралийское. То есть, короче, вот этот подземный цветок, он связан с помощью гриба с пнем гниющим большого дерева. И, собственно, гриб этим и занимает, что он высасывает все из пня и отправляет в орхидею. Также вторая была подземная орхидея Криптантемис. Тоже она через гриб, правда, была связана с нормальной орхидеей. То есть, там орхидея качала через гриб у орхидеи. В принципе, это паразитизм только через посредство гриба. Ну, из наших. Гнездовка, вот на картинке. Гнездовка, это умеренная Евразия, у нас растет. Это микотрофная орхидея. Медовый запах цветков, подземная часть корневища, обросшая множеством переплетающихся толстых корней, запасающий орган, заражается грибом тоже, который поставляет растения углеводы, азот из перегноя. То есть, где-то 10 лет она формирует корневище, и потом она выбрасывает стрелку, дает цветок, это гнездовка. Причем, цветки, получается, довольно искривленные такие, с трудом пробиваются через почву, семена прорастают и так далее. Ну, бывают грибами заражены растения с зелеными листьями, то есть, может сочетать она микотрофное питание и зеленое питание. Ну, в принципе, как почти все деревья, да. Например, есть гудайера ползучая орхидея, подземная система оплетена грибом. Зачем гриб нужен, непонятно, потому что у нее зеленые листья. Ну, предполагаю, что гриб в данном случае снабжает минеральными солями, потому что гуадьера эпифит и так далее. То есть, им сложно получать минеральные соли из земли, ну и вот гриб снабжает. Один и тот же гриб может заражать несколько видов орхидеи. Но все-таки, то есть, только некоторые грибы могут, конечно, заражать. Большинство грибов – это кризактония, которые заражают орхидеи. Но бывают некоторые поражены именно высшими базидиомицетами. Ну, базидиомицеты, они обычно живут, микоризу образуют с большими деревьями, да, по типу березы. Под березой, под березой, там и так далее. Ну, вот есть базидиомицеты, которые с орхидеями точно так же, да. Причем, японская гастродия орхидея живет в симбиозе с паразитом деревьев, с опенком, с паразитом деревьев. То есть, вот опенок разрушает деревья, но снабжает гастродию орхидеи. На ранних стадиях развития все орхидеи облигатно микотрофные. Долго не могли семена разведить их. То есть, получали семена, она не растет. Потом выяснилось, что семя растет только если его заразит гриб. Возникает зародышевый клубень. Вот, и только тогда он может расти, потому что у зародыша недостаточная корневая система, чтобы обеспечивать только если гифы проникнуть, вот они обеспечат питание. Иногда случается, что этот гриб становится паразитом и убивает этот зародыш, но обычно переваривает орхидеи. То есть, гриб в нее проникает. Каким образом это вещество-то переходит? Он проникает в нее, вроде как паразитировать. Она его переваривает, вот и все. Вот так вот и живет. Ну и, в общем, по мнению ряда ботаников, именно заражение грибом приводит к образованию клубней орхидеи. То есть, клубни вообще-то у орхидеи это заболевание. В результате того, что ее грибок поразил, это грибковые заболевания, но они так нормально существуют. То есть, может быть, когда-то какое-то там растение заболело, а потом оно начало само питаться тем грибом, который его заразит. Ну и вот так вот орхидеи возникли, короче. Ну, там много черт у орхидных специфических. Корни придаточные, покрытые губчатой тканью, которых нет у других растений. Механическая ткань, они трудно поддаются разрыву. Развивается водозапасающая ткань. Листья у орхидных простые, тонкие, супротивные, различные по форме и личине. Как правило, зеленые, но бывают и пестрые. Располагаются на верхушке псевдобульбы. На побеге обычно два типа листьев чешуевидные и нормальные. Иногда они на коротком стебле сближены. Тонкие листья растения обычно сбрасывают на засушливый сезон. Толстые существуют по несколько лет. Как отголосок тропической природы орхидных, можно рассматривать то, что в умеренной зоне листья орхидеи уходят под снег зелеными. Значит, даже вот в умеренной зоне они когда-то были тропическими, и у них листья все равно вечно зеленые, только под снегом. Соцветия верхушечные на побеге располагаются или формируются в пазухах листья главного побега. Основной тип соцветия кисть, который претерпевает различные изменения. Возникает ложный зонтик, уплощается, утолщается и так далее. Самое большое соцветие у орхидеи он с идиом до 5 метров. Иногда в результате редукции соцветия развивается одна боковая ветвь с единственным цветком. Ну вот схемы цветков из жизни растений. Не трехчленный лилейный тип, но он частично редуцирован. То есть, в принципе, от лилейных происходит, но они редуцируются вплоть до одной тычинки постепенно. Ну, в основном, значит, они имеют три чашелистика, обычно сросшиеся, три лепестка, большинство орхидей. Причем средний отличается от остальных, там все видели, и тут тоже много вот этих орхидей. Средний лепесток губа, и вокруг него два одинаковых. Короче, один необычный губа, и два одинаковых лепестка, вот обычно. Губа обычно больше, она может быть цельная, лопастная, иметь там сложную какую-то систему, потому что на нее садятся как раз эти все насекомые. Она может быть бородавчатая, там, с гребнями и так далее, нектарник она несет. Ну и много было гипотез, почему, как губа это возникла, может быть, она срасталась, потому что она сложная. Как бы это технически сейчас это один лепесток, но поскольку он сложно устроен, возможно, это сросшиеся несколько лепестков, там и для других частей. Шесть двухкруговых тычинок, и бывают также однотычинковые орхидеи, где одна тычинка объединена со столбиком и рельцем в одну структуру, которая называется колонкой. Колонки у них довольно разные. Вот как раз распространена у них одна тычинка, сросшаяся с пестиком, то есть у них специфически получился орган размножения колонка, и он разных видов, и по колонке как раз различают виды орхидеи. Ну так же по пыльце различают, нижняя завязь скручивается у них там, к концу ботанизации цветок разворачивается, так что губа оказывается снизу, в удобном для насекомых положении, чтобы они садились на губу. То есть он сначала разворачивается губой вниз, ресупинация перекручивания завязи, а потом, значит, он вообще, значит, формирует завязь, и она раскручивается потом в обратную сторону, когда уже плот, она в другую сторону раскручивается. Ну иногда губа вообще на 360 градусов перекручивается и опять наверх получается. В общем, разные типы у них ресупинации, вот в принципе опять же схема. Плоды коробочки. Для созревания семян нужно от 2 до 18 месяцев. Мелкие многочисленные семена, как правило, имеют рыхлую, заполненную воздухом оболочку. У ванили оболочка плотная, жёсткая, прилегая к зародышу. Семена орхидных уносятся ветром на большие расстояния, как правило, гибнут. Вот у некоторых видов имеется дифференцированный зародыш. Классификация, как уже говорил, основана на строении колонки, в связи с чем имеется 6 подсемейств. Самая примитивная считается апостасия, вот она. Апостасия наземные лесные корневищные и бескорневищные травы. Цветки в верхушечных кистях желтоватые или белые, иногда изогоморфные. Колонка прямая или искривлённая в верхней части, образованная неполным слиянием со столбиком основания нити трёх или двух тычинок. Пыльца в отдельных зёрнах, небольшое количество мелких семян. Апостасия это Гималайи, Бирма, Таиланд, Индокита и так далее. Дальше имеется подсемейство Циприпедиевых. Они переходное звено между апостасиями и, собственно, орхидными. Там, в частности, Селенипедиум сюда относится, Пафиопедилум и, собственно, башмачок орхидея Башмачок Циприпедиум. Она промежуточная и, в принципе, она наиболее известная. Но как раз Селенипедиум крупнейшая наземная орхидея Америки до 5 метров. Что касается подсемейства, собственно, орхидных, она вот отличается, что одна тычинка. Боковые часто превратились в стаминодии. Но вот эта колонка натычинковая, она достаточно разнообразная по строению. И по принципу разные строения колонки разделяются ещё на 4 трибы. Но, опять же, схема про колонки. Мы видим, что она разная. Пыльник может быть на вершине колонки, прямо, наклонно. Рыльца только у некоторых видов не дифференцированная и фертильная. У большинства однотычинковых средняя лопасть вся или частично стерильная. Превращена в особый орган, который называется клювик. Клювик отделяет пыльник от рыльца, чтобы, видимо, самопыления не было. Часть клювика, краевая, покрывается слизью, выделяет липкое вещество. В результате которого приклеиваются к этой какому-нибудь мухе или пчеле, приклеивается пыльца. У некоторых орхидных контакт этих по линии с клювиком возможен только с помощью насекомых. А у других имеется хвостик специальный, с помощью которого по линии соединяются с клювиком. Он может быть общий для нескольких по линии или отдельный для каждого из них. Хвостик связан с клювиком, и от клювика отделяется мягкий липкий участок с перепонкой. Липкий кусочек ткани клювика разнообразный по форме, называют прилипальцем, иногда липкой железкой. И прилипальцы у более высокоорганизованных орхидных соединяются с по линиями, получается ножка. Ну и вся вот эта сложная структура, она может из трёх частей состоять, из четырёх частей, всё это называется полинарий. Короче, вот ещё подробнее на схемке вся эта фигня. Три баниотиевых, пыльник терминальный или дорсальный, по линии мягкие. Ну и типичные сюда относятся тайник яйцевидный и другие орхидеи. Орхидеи, род спирантес, сюда тоже относятся. Любка, кокошник, три баниотиевых, это вот всё уже настоящие орхидеи. Ну и вот в принципе ещё строение всяческих колонок тоже, вот более, более, ещё, это тоже всё колонки, просто более, так сказать, ещё приближено, да, ещё покрупнее. Вот, как они устроены, этот ядрышник номер два, допустим. Отростки пыльцевых мешков сближенные, концы скрытые в каком-то карманчике, по линии каждый имеет собственные прилипальцы. При прикосновении к цветку разрывается клёвик, клапан отгибается, вот, а потом захлопывается. Номер три это любка зелёно-цветковая, базальные части пыльцевых мешков, с хвостиками по линии, расставлены в сторону и располагаются по бокам. Ну, в общем, вот тут можно ещё в увеличенном виде посмотреть. У нас всё на это вандовые, это, значит, у нас триба вандовых тоже имеется, такой пыльник прямой, щитовидно-расширенный связник. Вот, ну, в общем, короче, что в деталях даваться, триба, короче, орхидеевых, они именно по вот этим колонкам, по линиям, там, по каудикулам и прочей хрени различаются. Ну, всё, значит, много информации про орхидные, поэтому это первый клип, а во втором клипе будет ещё про пыление и другие разные штуки про орхидеи.